В миску разбиваю 4 яйца, добавляю 180 грамм сахара, пакетик ванильного сахара, это 10 грамм, и взбиваю миксером для растворения сахара. Масса должна стать пышной. Вливаю 200 миллилитров молока, 120 миллилитров растительного масла и добавляю 80 грамм кокосовой стружки. Перемешиваю лопаткой, всыпаю 300 грамм муки, 10 грамм разрыхлителя и теперь замешиваю тесто. Тесто готово. Оно получается вот такой консистенции, довольно жидкое. Форму на бумагу для выпечки выливаю примерно половину теста и равномерно его распределяю по всей форме. Размер моей формы 29 на 22 сантиметра. Достаю из морозилки 300 грамм клубники и добавляю столовую ложку кукурузного крахмала. Если нет кукурузного крахмала, то можно добавить картофельный или просто ложку муки. Выкладываю равномерно ягоды на тесто. Вместо клубники можно взять вишню, пирог получится еще вкуснее. И сверху выливаю вторую часть теста и равномерно тесто распределяю по всей форме, чтобы ягоды сверху были покрыты тестом. Ставлю в заранее разогретую духовку до 180 градусов примерно на 40 минут. Готовность пирога проверяю зубочисткой. Она должна быть практически сухой. Вынимаю из духовки, даю пирогу немного остыть и вынимаю из формы. Пирог получается очень мягким, немного влажным, но в то же время нежирным и очень ароматным. Кокосовая стружка полностью растворяется и остается только вкус и аромат. Сам пирог получается умеренно сладким, поэтому сладкоежкам рекомендую добавить побольше сахара. Обязательно приготовьте такой пирог. Я уверена, он вам также очень понравится.